Время летних велопрогулок закончилось. Настало время для настоящих гонщиков. Традиционно осенью вот уже 11-й год проходит соревнование за кубок под поэтическим названием «Золотые колеса Подмосковья». Не первый раз участников принимают в деревне Гребнево. А сюда побороться за кубок в дисциплине кросс-кантри, предназначенной для горных велосипедов, приехали более 350 спортсменов. Сегодня мы проводим третий этап кубка «Золотые колеса Подмосковья». Сегодня это будет называться у нас гран-при компания «Плитка Подмосковья». Это наш титульный спонсор. Это очень молодой вид спорта, но очень быстро набирающий популярность. И сегодня вы должны показать, как красив этот вид спорта. Но для этого, конечно же, надо предложить максимум усилий. Резкие повороты и крутые подъемы, которые предстоит преодолевать велосипедистам. Характерные особенности трассы кросс-кантри. Картину дополняют коварные корни деревьев, которых полно в Гребневской роще. В зависимости от возраста спортсменов, протяженность трассы варьировалась от 1300 до 2160 метров. К счастью, погода участникам благоволила. Так что они смогли не только получить адреналин от гонки, но и насладиться живописным пейзажем. Гребнево здесь, во-первых, очень красивое и живописное место. Трасса здесь достаточно тяжелая. Но чем тяжелее трасса, чем тяжелее сама гонка, тем слаще вкус победы. Думаю, что сельское поселение Гребнево достойно справляется с проведением соревнований. Думаю, что не в последний раз. Думаю, что число участников будет расти от года к году. Соревнования по маунтинбайку сейчас действительно набирают популярность. В основном, потому что вполне подходят для российского климата и ландшафта. Маунтинбайк более доступен для многих спортсменов, потому что не опасно выезжать на дорогу, в лесу можно кататься и доступен для всех желающих. Возраст участников соревнований разнообразен. Присоединяются и совсем юные велолюбители в возрасте восьми лет. Но, к примеру, самому старшему участнику соревнований – 72 года. И все же молодежи значительно больше. Среди ребят 2005 года рождения первым финишировал символично первый номер. Николай Кислицын преодолел 8,5 километров за 13 минут 56 секунд. Для него эти соревнования далеко не первые. В этом году юный спортсмен одержал победу на соревнованиях всероссийского уровня. Ну, я хочу расти хотя бы до того, чтобы поехать на Олимпиаду. Ну, а дальше как будет. Может, и олимпийским чемпионом стану. Участие в соревнованиях приняли спортсмен из 13 городов Московской области, а также Ярославля, Твери, Рязани и Москвы. Заключительный седьмой этап турнира состоится в ноябре в городе Орехово-Зуево. Александр Гранич, Александр Оржевский, телерадиокомпания Щелково.